Ночная истерика в полнолуние. Наша медицина бессильна. Своей головой там биться пол. Когда они готовы на всё. Детей превращают в растения. Представьте, медицина полезла в компьютер с паяльником. Которая убивает центральную нервную систему. Мы в первую очередь включаем сознание. Мы нашли алгоритмы, как это делается. Здравствуйте. Это интервью необычное. Во-первых, потому, что о своём видении проблем аутизма рассказывает отец. А во-вторых, этот человек врач. И он рассказывает сквозь призму своих профессиональных знаний. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Расскажите о себе, о Ване. Каким он был, что потом произошло. Ну, сейчас на данном этапе Ване 5 лет. Меня зовут Михаил Гуляев. Мне 36 лет. Я врач клиника лабораторной диагностики. По второму образованию я педагог дополнительного образования детей. По физической культуре и спорту. Сыну, когда было 2 года, у него резко обострились. Ну, и неврологические симптомы у него появились. И самое главное, что он стал очень раздражительным. И у него очень много появилось признаков расстройства аутистического спектра. А с чем вы связываете эти проявления? Он абсолютно был нормальный ребенок, адекватный. Было все хорошо. Единственное, таким серьезным фактором, пожалуй, то, что после чего, как мне кажется, стали нарастать эти нарушения, это была какая-то экспериментальная прививка, привезена к нам в районную больницу, от пневмококковой инфекции. Якобы она на всю жизнь человека защищает от этой инфекции. И вот после этой прививки очень резко обострились симптомы вот этих вот расстройств. Ну, и плюс очень сильно признаки детских неврозов. А скажите, Михаил, какие были проявления болезни? Резко замедлилось психическое развитие. У него сразу вот эта вот его психическая сфера сразу начала выдавать то, что с ним что-то не то творится. У него нарушился сон. Вот я здесь себе пометил. Значит, я скажу сейчас сразу все симптомы, чтобы было видно. Я их насчитал более 20. То есть он стал агрессивен к окружающим, агрессивен к родителям, вообще ко всему агрессивен, к игрушкам, к предметам, все, что его окружает. Потом у него ярко выраженная самоагрессия. То есть он без расчета силы мог своей головой биться о пол, об различные предметы, при том самые разные предметы, острые, тупые, неважно, ножи, вилки, это не играло никакой роли. То есть он мог полностью разбивать себе голову и так далее. Потом у него был нарушен телесный контакт, то есть его практически нельзя было взять на руки. Он бился об родителей, ну а настость. То есть практически нельзя его было никак успокоить. Он не пускал в свое личное пространство, не играл ни в какие игрушки, не смотрел в глаза. У него была боязнь новых пространств людей. Значит, у него была очень ярко выраженная ночная истерика в полнолунии. Очень резко, потому что по 8 часов он также бился головой. То есть, ну, избивал буквально нас, родителей избивал. То есть, ну, там руками так бился, в общем, не поддавался никакому успокоению. Ну и где-то это длилось на протяжении 80 часов без перерыва. Вот, вот так же у него была нарушена координация. Отсутствовал страх опасности. Ну, вообще любой опасности. То есть, страх опасности проезжающего мимо автомобиля. Это если на улице гуляем, страха высоты не существовало. Вот, так же он много играл очень... Ну, вот именно лил воду много. Притом, не просто как играл, а он ее выливал, переливал как-то очень странно. То есть, ну, не так, как обычно дети играют в воду. Вот, это могло продолжаться часами. Так же у него было многократное повторное воспроизведение одного и того же действий. То есть, например, он мог там где-то увидеть, допустим, какой-то фрагмент. Ну, например, там какой-то маленький ролик в телефоне, допустим, там, ну, если ему что-то вдруг показали. И он мог требовать, ну, тоже многократного на протяжении нескольких часов воспроизведения там фрагмента в 2-3 секунды. Ну, вот он много залипал на разные предметы, действия какие-то. То есть, внимание у него сосредотачивалось на чем-то, и он не мог оторвать от этого внимания. Так же у него были стимы, именно движения руками перед собой, которые тоже на протяжении нескольких десятков минут он мог там какие-то одни и те же действия руками производить перед лицом, либо рядом с телом какие-то. Он очень сильно боялся новых маршрутов на машине. То есть, если на машине куда-то везли, то ни в коем случае нельзя было делать так, чтобы какой-то маршрут, ну, мы проехали по какому-то другому маршруту до местного назначения. То есть, это мгновенно вызывало истерику. Это было, ну, практически невыносимо. Я не знаю, как нам вообще удалось вот это все пережить, потому что, я не знаю, может быть, женщины как-то переносили, но мне, например, как мужчине это практически невыносимо было. То есть, это какая-то непрекращающаяся постоянная адская мука, которая, ну, просто сознание, грубо говоря, уменьшает до размера точки и просто ты не понимаешь, вообще ты живешь или не живешь. То есть, вот так вот. А вы обращались к врачам, к официальной медицине. Какой был диагноз? Ну, да, мы обращались к самым разным специалистам, к логопедам, неврологам, дефектологам, психиатрам, ну, и так далее, психотерапевтам, психологам детским и так далее. Как впоследствии показала практика, что все эти методики, по которым работали с Ваней, они носили скорее такой рутинный и рекомендательный характер. То есть, была собрана комиссия педагогическая, которая говорила, что, значит, у Вани отставание психического развития, речевого развития, ну, и так далее. Вот, и нам было рекомендовано пройти медико-социальную экспертизу, что, собственно, мы и сделали. И ему был выставлен диагноз расстройства атистического спектра. Нам были прописаны сначала со стороны, вот именно врачей-психиатров, были прописаны нейролептики, вот, которые убивают центральную нервную систему практически, детей превращают в растения, там карбомазепин нам был назначен. Вот, я категорически отказался, значит, от того, чтобы ребенку его давали. Вот, я стал искать альтернативу. И, так сказать, из того, что медицина нам могла предложить, по-моему, более-менее позитивную роль только сыграла, пожалуй, что, вот, реабилитация в детском центре, в Кольцово, где, ну, более-менее комплексный подход предусмотрен к детям. То есть, там делают ЛФК, какие-то общевокрепляющие занятия, массажи, ну, и что-то такое. То есть, общая реабилитационная направленность как-то в этом смысле, она какую-то положительную роль сыграла. К сожалению, на сегодняшний день наша медицина бессильна. Единственное, действительно эффективное, что она может предложить, это ЛФК, это занятия с ребенком, какие-то игровые, реабилитационные, возможно, театральные. И еще плюс логопеды, дефектологи и немножко остеопаты. Но это уже не прямая медицина. Все, что касается вмешательств глобальных, когда давится центральная нервная система, либо же медпрепаратами, либо же, когда идут воздействия, например, микротоковые, это категорически, категорически нельзя, это наносит вред центральной нервной системе ребенка. С другой же стороны, нам практически ничего не было предусмотрено. То есть из препаратов были назначены так называемые ноотропы, фенибут, ноотропил и так далее. Ну и витамины класса В, комплексные витамины для поддержания работы мозга, иммунной системы и так далее. Михаил, расскажите, как вы узнали об инфодайвинге и как решились на такой нетрадиционный подход? Ведь вы были одними из первых, кто участвовал в нашем эксперименте. Я сам, можно сказать, сторонник альтернативных форм. Не то, что я там прям ярый, так скажем, сторонник именно чисто альтернативной науки. Я просто против того, чтобы какие-то эффективные методики, которые действительно приносят результат, чтобы они преднамеренно игнорировались врачами, наукой и так далее. Для меня является критерием истины, это практика. Все, что дает результат, является истиной лично для меня. И в этом смысле я хотел сказать о Наталье то, что я с ее каналом, я был подписчиком ее канала, сейчас являюсь подписчиком. Я наблюдал за ее работой раньше, то есть мне в принципе очень это было все интересно. И так я посмотрел, что она начала как бы работать, я увидел ролик, первый ее ролик, что она начала работать с детьми, которые страдают аутизмом и расстройствами аутистического спектра. И тогда она прочитала одно из отзывов, то что у ребенка начались положительные изменения. На тот момент мое состояние было критическим, я был готов абсолютно на все. Наш опыт работы показывает, что когда люди находятся в критическом состоянии, когда они готовы на все, абсолютно на все, чтобы изменить ситуацию, чтобы преломить ситуацию, у них всегда получается. Худший вариант это когда родители ждут, что за них кто-то изменится, спасет, их вылечит. Им вообще глубоко наплевать на этого ребенка, лишь бы там ему чуть-чуть полегчало, и чтобы родители меньше о нем заботились и меньше уделяли ему внимания. Вот тогда, когда не участвуют родители, результаты они либо минимизируются, либо отсутствуют. Но когда родитель приходит вот в это состояние, когда он готов на все, то вот это все и открывается. У него открывается силовой ресурс, у него открывается сила любви, открывается поток, и Бог действительно дает это все. Вот, и в этом смысле я решил просто попробовать связаться с Натальей, ну и так получилось, что она мне не отказала, что приняла меня, так скажем, в этот проект свой. И в этом смысле я очень благодарен ей, потому что впоследствии то, что я увидел, это превзошло все мои ожидания, я не ожидал такого эффекта. Вот, может быть я еще сам мало знаю, но потому что я когда столкнулся с этими нарушениями, я перечитал громадное количество литературы по аутизму. И вот те, которые были обещаны результаты, да, вот в этой литературе по работе с детьми, это ближайших результатов, то есть надо было ждать через несколько лет. То, что я увидел, то есть оно сегодня дает мне просто даже не надежду, а просто уже, наверное, колоссальную уверенность в том, что все будет хорошо. Потому что тот результат, который я сегодня получил, вот это просто несопоставимо с тем, что у меня было. Я сегодня живу совершенно другой жизнью, я сегодня сам живу так, что у меня куча сейчас появилась практически свободного времени. Я могу себе позволить сейчас, кроме работы, ходить куда-то в театр, то есть там, да, ну где я раньше ходил, там. Я сейчас стал снова заниматься спортом и так далее. Михаил, расскажите, вот вы получили видео отработки, что после этого произошло, что почувствовали? Да, я получил видео от Натальи. Первое, что меня поразило, это то, как вот инфодайверы, да, точно и четко попали в ситуацию. То есть я практически не рассказывал ничего там о каких-то глубинных отношениях там между, допустим, мной и супругой. Там, да, у нас просто с ней на тот момент накопились определенные как бы претензии к друг другу. Потому что, допустим, вот когда ребенок так вот заболевает, это, наверное, я не знаю, какой еще более серьезный вызов для отношений в супружеской жизни может существовать в принципе. Это полностью разрушает мировоззрение человека и всяческую связь практически убивает между супругами. Это надо, я не знаю, я вообще не знаю, как мы смогли так преодолеть это все. Вот, и то, что вот та отработка, которую мне дали, да, те рекомендации, я просто, я не скажу, кстати, я смог их выполнить не на 100%. То есть какие-то важные части, там где-то процентов 20, я просто не смог их осуществить. То есть я осуществил процентов на 80, но я попытался сделать так, что вот в моих силах было сделать, ну, я сделал. После отработки детей мы в первую очередь включаем сознание. Остальная вся дальнейшая работа перекладывается полностью на родителей. Только родители должны постоянно заниматься с детьми, развивать их как здоровых детей, и тогда идет успешное выздоровление ребенка. Результат пошел сразу практически, то есть с первых дней, вот. Михаил, расскажите про первые результаты и про самые запоминающиеся достижения. Сначала первое, что исчезло у Вани, это исчезла агрессивность. Потом, то есть его уже можно стало успокоить. Потом он, если он раньше как-то ударял или бил, он как-то меньше и реже стал бить. Потом вообще перестал. Потом сам перестал вот биться там головой и так далее. То есть это все потихонечку, помаленечку. И вот так получалось, что у него исчезла боязнь сначала людей, открытых пространств. Потом он стал играть в песочницы. Игры приобрели конкретный смысл. То есть он начал что-то там, например, в песочнице накладывать, перекладывать. Строить различные замки, там какие-то свои туннели рыть, машинки в эти туннели загонять. То есть появился какой-то сценарий, который он уже контактировать начал с внешним миром. Начал на самокате кататься. Что меня вообще просто шокировало. Я не мог поверить. Потому что он вообще, во-первых, и боялся таких вещей. И что самое интересное, он начал потом разбираться в гаджетах различных. То есть это уже последние месяцы. Он спокойно включает любой гаджет. То есть он уже чуть ли не лучше меня может даже скачивать программы. То есть он единственное, что сейчас не говорит. Я просто сейчас даже всего не могу рассказать, как это происходило. Но постепенно, шаг за шагом, у него уменьшались вот эти все проявления. И как будто бы вот какая-то пелена с глаз. То есть раньше он ходил, как будто бы на него что-то навешано. Как будто видно, что какой-то барьер есть. И его не пробить этот барьер. То есть вот он вроде бы как есть, его вроде бы как нету здесь. Сейчас же просто стало видно, что он контактирует. Он общается с миром. Видно, что у него какая-то вот такая доброта появилась. Потому что он в общем-то, когда он был агрессивный, это не прослеживалось абсолютно. А сейчас видно, что он может что-то тебе там дать, отдать, подарить. Что-то даже сделать для тебя может. То есть уже совсем другое, другого поведения. Но сейчас у меня вот большая надежда в том, что все будет хорошо. То есть уже главное, что он в принципе контактирует с миром. Больше уже ничего, лично для меня уже ничего не надо. То есть дальше только мне заниматься с ним и все. То есть я к нему обращаюсь и он понимает меня прекрасно. Я сейчас, последние дни я скидывал видео, там по-моему Наталья выкладывала, где он сам пользуется бытовыми приборами так, как надо. Он их по назначению использует. Берет, может он поиграть хочет или что-то. Он может взять пылесос, включить, например. И там попылесосить что-нибудь. Потом он там выключит, соберет его, спрячет. Возьмет там какой-нибудь мячик, поиграет в этот мячик. То есть ребенок спокойно совершенно играет, занимается своими делами. Надоест он там, раз карандаши вытащит, начнет порисует. Вот кстати рисунки у него сильно изменились. То есть рисует он сейчас уже конкретные вполне нормальные образы. То есть он может там собачку нарисовать. Раньше это было невозможно. То есть он не мог даже кружочек, нарисовать кружочек даже просто. А сейчас он может там ежика, ягодки какие-то. То есть все это он уже рисует сам. То есть без помощи там. То есть для меня это очень просто колоссальнейшее. И даже у меня слов нет, что это такое для меня значит. Такие продвижения. То есть у меня полностью восстановился ребенок. Я просто не ожидал таких результатов. Единственное, что у нас сейчас последняя стала у нас проблема с речью. И вот кстати в реабилитационном центре, когда мы проходили, нам врач сказал, да у вас вообще нет никакого там никаких расстройств, ни аутизма, ничего. У вас единственное, вот ваша проблема это аллалия. В плане физиологии в человеке есть такой специальный узелок, который отвечает за нейронное соединение речевого аппарата именно с мозгом. И очень часто, что после прививки этот узелок не доформировывается у детей. И поэтому речь чаще всего блокируется. И мы сейчас занимаемся именно восстановлением этого такого нейронного узелка для того, чтобы все нейронные связи, которые участвуют в формировании речи, восстановились. Михаил, с вами произошел интересный случай. Со всеми другими детьми из эксперимента мы делали отработки каждую неделю. У вас же была одна отработка и потом с вами не было связи 4 месяца. Расскажите, что происходило. Тут скорее всего сыграла такая роль, что, ну как Наталья сказала, то есть вот это вот, наверное, просто точно попали в какую-то причину, я так думаю. И в дальнейшем уже с моей стороны, я же, по сути дела, насколько я мог, я не на день сам не прекращал занятий. Вот то, что от меня требовалось, все рекомендации, которые давала Наталья, я выполнял. Вот, и может быть на фоне этого, то что вот следование просто рекомендациям, конечно, это не говорит о том, что я только вот этим занимался. Мы вообще комплексно подходили, то есть к лечению. То есть ребенок принимал препараты, принимал, ну как вот, то есть витамины и также ноотропы. То есть я к ноотропам сам отношусь положительно. Вот, то есть люди их принимают при лечении там черепно-мозговых травм там и так далее. Потому что у Вани еще присутствовала, как мне кажется, родовая травма. Вот, просто она не была отмечена врачами своевременно, но в анамнезе там были затруднительные роды. Вот, поэтому такие, чтобы избежать каких-то органических, ну или уменьшить органические возможности органического поражения мозга, вот это то, что связано с такими нарушениями, я, так скажем, согласился с врачами с тем, чтобы ему давали ноотропы в сочетании с витаминами. Вот, то есть это все было продолжено, он получал это лечение, вот, но кроме этого, так же вот, вот то, что рекомендации от Натальи, я делал это постоянно. Расскажите ваше видение того, почему и как работает наша методика. Наши знания сегодняшние, которые имеются о мире, они недостаточно полные. И бывает так, что сегодня даже та же физика дает только какую-то внешнюю часть проявлений нашего мира, которые мы можем увидеть глазами и так далее. Организм, как суперсистема, изучается только с материальной стороны. И насчет этого медицина шагнула очень далеко вперед. Практически изучена уже с точки зрения материи, организм изучен на очень большую глубину. Однако, если копнуть глубже, то до сих пор неизвестны причины фундаментальных взаимодействий. Существуют только теории, предположения и так далее. И получается, что если опереться на какие-то альтернативные источники, то можно проследить такую закономерность, что кроме материальной составляющей, ну это мое опять-таки мнение, вот как врача, да, существует все-таки какая-то многомерная составляющая вот этого мира. Вот. И были такие исследователи, в том числе в медицине, как Бехтерева, например, которая в институте мозга занималась. Она подходила к мозгу как к многомерной структуре. И говорила, что кроме материальной составляющей, психика человека имеет тонкоматериальную структуру. Это ученые с мировым именем. Также такие вот кандидат медицинских наук Пучко, у нее она написала книгу «Многомерная медицина», которая методом биолокации, тоже методом воздействия на полевые структуры предлагала изучать локализацию тех или той или иной патологии внутри организма, в том числе определение раковых опухолей, воспалительных процессов и так далее. И много остальных есть трудов, например, и неология Рогожкина и так далее, которые дают понимание того, что человек – это многомерная структура, очень многоуровняя, очень многосоставная, очень сложная. И вот то, что я увидел у Натальи, это, как мне кажется, ключ к тому, чтобы правильно именно объединить телесную составляющую, материальную составляющую человека, это если рассказывать со стороны обычной медицины, и тонкоматериальную структуру человека. То есть объединить сознание, душу, ну и тело. Как по-вашему, из-за чего возникает аутизм? Что является спусковым механизмом? Я сейчас отвечу с двух позиций. Первая позиция – это классическая позиция, позиция классической медицины. То есть, как я считаю, органическую тоже составляющую никто не отменял. То есть возможны самые различные нарушения на уровне органики. То есть это могут быть аутоиммунные заболевания, когда клетки иммунитета, например, разрешают структуры мозга человека. Также могут быть вообще любые органические поражения, могут играть роль. То есть и травмы мозга, различные воспалительные заболевания мозга. То есть все, что нарушает природную целостную структуру мозга, это может приводить к расстройству аутистического спектра у детей. А вот если со стороны инфодайвинга, то, конечно, тут очень важный ключевой аспект, как я считаю, это именно проблема, очень глубокая проблема, связанная с проблемой включения сознания. Именно нас делает людьми именно сознание наше. У меня возникла такая в голове модель. Вот представьте, что есть компьютер, да? Вот компьютер просто стоит. Вот вы купили компьютер себе. Этот компьютер, вот там он не включенный стоит. Это просто что? Это коробка металлическая, там какие-то детали, мониторг, там какие-то детали и так далее. Мы, если на него смотрим, ну это просто как бы какое-то некое тело, да, вот условно. И вот мы его можем сравнить с человеческим телом. Такое же вроде как. Лежит что-то такое, непонятно, да, вот все. Но мы, допустим, знаем, что уже на жесткий диск там записано, например, Windows. Да, там есть BIOS, там Windows установлен. Да, но пока мы в розетку не воткнули, пока электричество не пошло и не запустило процесс преобразования всех этих программ, у нас ничего не загрузится. Мы не получим готовую операционную систему, которая будет работать, там решать какие-то программы, выполнять эти программы, там, ну и так далее. И в этом смысле, вот под Windows я понимаю, ну, под операционным обеспечением, я понимаю душу человека как некую энергоинформационную структуру. А под сознанием я понимаю, ну, это только лишь мои предположения, это ни к чему, ни о кого не обязывает так думать, как я. Это вот сама эта энергия, я не знаю, космическая она происхождение имеет. Ну, а это какая-то энергия, которая им дает этот ток, ну, грубо говоря, как электричество, грубо говоря, которое дает возможность включить этот. Вот. И вот получается у детей с аутизмом такое чувство, что Windows есть, компьютер есть, а к розетке он не подключен, нету тока, который бы это все питал. То есть он вроде бы сидит живой, а он как бы пустой сидит. Вот такие мои предположения. И вот, вот я думаю, через инфодайвинг, когда, что делают инфодайвинги, они берут и включают в розетку, вот это как-то подключают, ну, как сказать, как мне кажется, что у человека начинает происходить контакт между сознанием, душой и телом. То есть происходит коррекция, которая восстанавливает природное состояние человека, его многомерную природную структуру. Если сравнить детей с аутизмом с компьютером, то представьте, у вас на экране вылетел синий экран у компьютера. При этом система вроде бы включена в розетку, вроде бы вкрутится вентилятор, вроде бы все работает, но при этом ничего не работает, компьютер не рабочий. Вот то же самое происходит с психикой ребенка при аутизме. Вот в таком случае, представьте, медицина полезла в компьютер с паяльником. Она будет что-то пытаться перепаять, вместо того, чтобы перепрошить и перезапустить. Медицина не занимается перезапуском системы, а мы занимаемся. Мы нашли алгоритмы, как это делается. Что вы хотите посоветовать родителям других детей с аутизмом? Ну, я хотел бы сказать, что если вы столкнулись с такой проблемой, как расстройство аутистического спектра у детей, я хотел бы в первую очередь пожелать терпения и самое главное не падать духом. Хотел бы пожелать не отчаиваться вам, что обращайтесь за помощью к тем людям, которые работают, ищите альтернативу, пытайтесь делать все, что от вас зависит, чтобы как-то помочь вашим детям. Обращайтесь, ищите позитивный опыт у других людей, те, которые работают с этим. И я не знаю, я всем желаю просто вот, ну вот, не знаю то, что вот, какой эффект получил я, например, вот работая с Натальей, я всем рекомендую просто обращаться к Наталье и просто, ну и просто работать, работать, еще раз работать над улучшением детей. Ну как бы вот, я думаю, что не за горами те случаи, когда будут сняты полностью все диагнозы, потому что вот я сказал себе так, как только диагноз будет снят, а у меня уже очень серьезные на то есть основания, я все документы, я выложу в сеть и я продемонстрирую на общественность полностью и документы, подтверждающие снятие диагноза. Медицина развивалась не одно тысячелетие, чтобы прийти до того момента, как она выглядит сейчас. Наши техники, им всего лишь год, и мы добились уже невероятных результатов по восстановлению психики, сознания у детей. И объединив эти два направления, можно полностью изменить весь мир. Я всем желаю здоровья, я всем детям желаю здоровья. Вот я желаю проекту инфодайвинга, я желаю Наталье, ее семье здоровья, успехов, реализации. Считаю такие вещи, как инфодайвинг, это очень важное направление. И думаю, что за этим большое будущее, и это будет иметь продолжение. Обязательно. Спасибо вам, Михаил, за интервью. До свидания. На данный момент у нас уже много сообщений, в которых независимые специалисты говорят, что у детей нет аутизма, и что это норма типичные дети. Остается только немного подождать, пока врачи выдадут официальное заключение. Но без того эти дети ходят в обычные детские сады, играют со своими сверстниками, нормально развиваются. Родители счастливы, а семьи не распадаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова